Видим, что популярность МФЦ растет, растет в нашем регионе, во всех муниципальных образованиях. Сегодня МФЦ становится таким центром не просто оказания государственных муниципальных услуг, а это уже центры и консультации, и возможности передать какие-то просьбы, пожелания для власти. Потому что сегодня один из наших глав, руководитель ассоциации Николай Николаевич Баранник, рассказал, что с внедрением МФЦ у них на 70% снизились обращения в администрацию. То есть люди не просто получают услуги и ответственные вопросы, но они могут и приходить консультироваться с специалистами, которые там работают. Поэтому на первый план, конечно, выходит подготовка персонала, который работает в МФЦ, в филиалах и в удаленных рабочих местах. И сегодня мы смотрим на опыт других регионов и анализируем запросы наших граждан. И мы видим, что сегодня население просит еще и мобильные группы, которые работают от функционала МФЦ, которые могли бы приезжать в отдаленные сельские населенные пункты, для тех жителей, которым может быть неудобно каким-то причинам или нет возможности приехать в районный центр для получения услуг. Кроме того, мы определили перспективный перечень услуг, которые в ближайшее время будем внедрять. Это в том числе выдача, обмен и сдача автомобильных номеров, потому что мы видим, что сеть МРЭО, к сожалению, не так распространена на территории Тверского региона. Также мы хотим ввести точки Wi-Fi бесплатного доступа, чтобы в том числе ребятишки могли пользоваться, если есть такая необходимость, интернетом. Также мы приняли решение, что сделаем видеоряд в основных МФЦ, где будет публиковаться афиша театральная, культурная жизнь нашего региона, ну, соответственно, специализация муниципалитетов, где будет и афиша спортивных мероприятий, и плюс социальная реклама. То есть мы хотим, чтобы МФЦ, и на это направляем все силы, стали такими, знаете, не просто центром казани-услуг, но еще таким центром активной жизни, делового общения наших граждан. Продолжение следует...